Здравствуйте! Приветствую вас на канале Моисад Быкова Евгений. И сегодня я опять хочу показать вам цветник, который показывала в том году возле Почты России на улице Бетховена, возле музыкальной школы. И с каждым годом он становится все краше, все интереснее. А трудится здесь вот не знаю, честно, к стыду, ни имени, ни отчеству. Это семья, которая проживает вот здесь, на втором этаже. Над этим цветником, над этим шедевром. Цветовая гамма у них коричнево-красное-зеленое. То есть в основу цветника положены декоративные листва. Это кохия, я так понимаю, вот здесь заполнила центр клумбы. Возможно, что-то, кто-то здесь похозяйничал. Пришлось высадить кохию вместо многолетних растений, потому что жалуются, да, говорят, бывает, уничтожают. Появились вот такие конструкции. Дикорастущий виноград заплел уже шар, форма шара. Далее форма колодца, андерантера, вроде так, если я не ошибаюсь, лиана. И еще одна конструкция, дикорастущий виноград на сетке из однолетних растений. Здесь присутствует эшольция, посмотрите, как это красиво смотрится. Живая картина. Шмель с утра облетает свой участок, опыляет. Такой декоративным заборчиком огорожен этот цветник. А вот еще есть, вот сейчас еще солнышко до конца не вышло. Нераскрывшийся портулак. Питунья немножко насеялась самосевом. По бордюру у них всегда идет астра. Низкорослая и к осени, к середине августа, кроме забора, этот цветник еще обрамляется розовой рамкой из астры кустовой. Никакие дополнительные однолетники, создатели этого цветника, стараются не высаживать, потому что идет активная выкопка. Так как этот цветник находится в центре, вот возле администрации Старого Кировска. И поэтому, да, есть похитители. И такие дела, конечно, нужно пресекать. Вот люпину уже отцвем. Здесь подсажены колиусы. Колокольчик карпатский. И ромашка такая хризантемовидная. Ну вот. И вот центром этого цветника стал в этом году костер. Вот такой костер, подсаженный сальвией, акаемлен, гравием. Смотрится издалека вообще очень красиво. Это изюминка этого цветника. А я вам желаю создавать свои изюминки в своем городе. Радовать не только себя, но и других людей. По возможностям озеленять улицы при домовых территориях. Ну и желаю, как всегда, вам хорошего настроения. И до встречи на канале Мой Сад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...